Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Идея создания САУ Бишоп возникла в то время, когда батареи 25 фунтовых пушек использовались для борьбы с танками Ромеля в североафриканской пустыне. Для защиты и расчета в пушке решили установить на шасси пехотного танка Валентайн. К сожалению, тактические задачи такой комбинации орудия и боевой машины были неопределенными с самого начала. 25 фунтовая модель Валентайн Марк 1 результат прямой модификации. Башню танка заменили большей по размеру и установили в ней пушку. Она оказалась слишком заметной для противника на поле боя, а внутри нее было недостаточно места для расчета. Причем угол возвышения был ограничен 25 градусами. В результате максимальная дальность стрельбы составила всего 5 852 метра. Значительно меньше исходных 12 253 метров. Единственным средством ее увеличения стала наземная аппарель или рампа, на которую взбиралась установка. Это потребовало множество конструкторских ухищрений и ограничивало тактические возможности САУ. Сильно ограничен был и угол горизонтальной наводки. Хранящийся внутри запас из 32 снарядов пополнялся из прицепа, буксируемого за орудием. Толщина брони варьировалась от 8 до 60 миллиметров. САУ Валентайна Марк 1 прибыли в Северную Африку в конце кампании, когда 25-пунтовые пушки уже не использовались как противотанковые. В военнослужащие артиллерийских частей королевских сухопутных войск получили большой боевой опыт применения этих машин. И установки Валентайн применялись по прямому назначению. Затем САУ, переименованные как Бишоп, воевали на Сицилии. В ходе боевых действий выявились ключевые недостатки установки. И в дальнейшем опыт применения первой самоходной установки Великобритании использовался для создания системы обеспечения САУ. Опыт материально-технического обеспечения САУ особенно пригодился для модернизации систем радиосвязи экипажа с передовыми наблюдателями. Применение САУ показало необходимость значительных конструктивных изменений. Чтобы реализовать полный потенциал орудия, оно должно было иметь большой угол вертикальной и горизонтальной наводки. В загроможденной снарядами плохо вентилируемой надстройке экипажу не хватало места для работы. Требовал увеличения и внутренний запас снарядов. Машина должна была развивать большую скорость, чтобы действовать совместно с танками. Все стало на свои места, когда артиллеристы получили САУ Прист Эм Сея. В скором времени первые британские САУ Бишоп были выведены из состава боевых частей. Субтитры создавал DimaTorzok